Издевательство в больничной палате. 14-летний подросток бил и унижал 6-летнего мальчика, мало того, снял все это на планшет ребенка. Видео случайно увидели родные после выписки мальчика из больницы. Родители обратились в полицию и направили претензии руководству больницы. Чем закончилась история, выясняла Людмила Батюшкина. Это видео в планшете обнаружили старшие дети Даулета Шаматаева, когда младшего выписали из больницы. На тихом часе подросток вроде бы в шутку бьет маленького своим тапком. А родители все не могли понять, почему 5-летний сын замкнулся и часто плачет. Ребенок пролежал в детской больнице 5 дней. До того мальчик никогда не ходил в детский сад, был тихим и спокойным. Даже не знаем, что он мог еще сделать. Это вот часть видео, которую заснял он сам. А что дальше могло произойти, тем более ребенок, подросток, мы, знаете, даже боимся что-то предполагать. Я у него спрашиваю, он постоянно это делал? Да, он говорит, постоянно. Он не играется, только слезы из глаза идут и все. Я считаю, что это выпивающий факт. Когда на сегодняшний день коронавирус, никого не пускают, это мы понимаем. Но оставив ребенка, мы не знаем о судьбе его. Потому что мы звоним, постоянно пытаемся. Дозвониться никак не могли, пока там шум не поднимаем. Свою пятилетнего сына Даулет намерен отвезти к психологу. Руководство больницы соглашается, что персонал несет ответственность за ребенка, пока он в стенах медучреждения. По данному инциденту произведено внутреннее расследование. Проведена беседа с родителями данных детей, беседа с медицинским персоналом. Постовой медсестре вынесен в ЭГО, заведующему отделению лечащего врача и старшей медсестре вынесены замечания. Приняты меры по улучшению качества ухода и наблюдения за пациентами среднего медицинского персонала. Это не первый случай, когда дети конфликтуют между собой, находясь в больнице. И здесь немалую роль играет воспитание, говорят врачи. С маленькими пациентами каждой палаты ведут беседы. Перед Даулетом Шаматаевым извинились. Сейчас он ждет реакции от родителей старшего мальчика. Если они не извинятся, он намерен подать заявление в полицию.